Идущий на профит приветствую тебя, привет, дамы, господа, коллеги, друзья, мамы и папы, я в телевизоре, всем привет. Так, давайте смотреть, короче, план у нас какой. Если это медвежка рассматриваем, самый плохой план, да, самый плохой сценарий. Если мы на медвежьем рынке, то у нас как минимум надо выйти на свинг. Свинг в прошлый раз у нас был до 10 тысяч, ну то есть там 9, 900, что-то там было. Вот, психологический, так скажем, психологическая цифра, у нас сейчас психологическая цифра полтос, поэтому есть шанс получить выход на полтос сначала, чтобы там в дальнейшем продолжить падение. Как мы выйдем к этому полтосу, да, я думаю, что мы выйдем V-образом, и мы уже это делаем, то есть какое-то V-образка, ну непонятное, да, рваное движение, как у нас и в сентябре было, да, то есть то ли вверх, то ли вниз, то ли это скамформа, то ли это не скамформа, выход вверх, да, но по итогу, ну, прорыв, ну, то же самое у нас было в сентябре, вроде как скамформа, вроде как, ну, все уже сейчас, ну, выпадение из канала, да, то есть вот выпадение из канала, потом можно было вот такой канал нарисовать, тут тоже выпали. Ну, то же самое у нас здесь, то есть непонятно, непонятно, что у нас тут. Поэтому очень похожи движения, все это подтверждается, ну, вот эти вот радио. Радио у нас историческое, такого я никогда не видел. Максимально было, точнее, минимальное самое, я помню, 46%, да, падение там с 68% до 46%. Здесь падение с 71%, но если вообще за хайп брать 81%, до 42%, то есть слонгующих осталось, судя по бинке, 41% всего. Ну, я реально это первый раз вижу за всю историю, вот, что я там наблюдаю. Вот, поэтому, ну, как бы, думаю, что все-таки сделают свинг вверх, да, отскок, отскок рынков. Вот, а дальше уже будем смотреть, там, по эйфории у кого и чего будет. Ну, я думаю, что полтосик-то выполним, план по полтосику. Может, конечно, с такими же лютыми запилами, то есть тут выше дали, зашортили, выше дали, зашортили. Вот, еще выше дали, тут уже начали что-то подозревать, очень долго запиливали и потом опять выход вверх. Ну, то есть, ну, вот такой вот сценарий похожий. Я не говорю, что он один в один, но очень похожий, судя, ну, так скажем, вот, по этому индикатору. Ну, то есть, то люто-люто, я первый раз такое вижу за всю историю. Поэтому имеет смысл продолжать удерживать то, что если набирали, там, или держали, или задержались. Вот, задерж, очка. Вот, поэтому по битку, наверное, все. Единственное, ну, вот эти вот пареньки, которые влетают, лютые просто, так скажем, очень лютые лонги, формируют очень много ликвидов внизу. Поэтому, если все скоманется, а скомануться действительно может, то будет плохо. С другой стороны, у нас на всех биржах, там, у кого-то 42, у кого-то 40. Важные лимитки. Сейчас посмотрим, Binance убрала, не убрала. Нет, не убрала. Хотя вот тут вот подразгрузило, видимо. 154 на 120 битков, ну, не суть. 39 с ракет. Фиксация. 45, 50. Ну-ка, без тамп у нас. Где поставил лимит осики свои? А не где. Только снизу. Окей. Bitfin, Bitfin, FTX, что там интересно. Поджимает жестко, не дает выйти. Давит. Но первую плотину мы прорвали тут. Ну да, может, как вероятно, и как бы ложно это все быть. Ну, не знаю, будет борьба этих стенок и ратио. Ну, потому что вот это вот вообще прорыв года. 41, 56. Жестко, жестко. Ладно. Здесь посмотрели. Ну, как бы я раскидывал циклы. У нас там 200-дневные циклы. Да, кто подписан, знает, скидывал. И вот эти вот 200-дневные циклы я разделил еще там. Я, по-моему, в чат кинул, в телеграм-канал забыл скинуть. То есть, ну да, разделил. И по 11 дней у нас получилось там от хай до хай, от лой до лой. И где-то вот в первых числах февраля, с первого по четвертый, мы должны сделать, скажем, выход вверх. Какой-никакой. Вот. На этом, наверное, пока все. Сказать больше нечего. Просто наблюдаем за ситуацией и следим. Ставьте лайки, подписывайтесь. Осталось всего 47 подшипников до 1000. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Что вы думаете про сант? Посмотрите, пожалуйста. Сант. Сан. Сан. Вот, что-то уже начерчено было. Ну, пошла отработка. Чаще всего отскакиваем. Потом опять сюда. Здесь решается там пойти ниже или выше. Если не пробиваем, ну, идем выше. Ну, как обычно. По крайней мере, я рисовал. Вот. У меня уже давно нарисовано. Ну, так скажем, хотелось бы увидеть, да, ливочку. Это во-первых. Но. Очень часто, очень часто. Бывает вот такая вот тема. Зажимают в каком-то канале. Да. Здесь, так скажем, месяца глина. И потом выходит вниз. Обычно. Бывает еще, ну, как бы, делать такое формальное отдыха. Потом опять. И уже, ну, скажем, зажимы ниже. Не знаю, о чем. Жду видео каждый день, но комментарий обозревать не стоит. Ну, да, есть там не очень комментарии. Есть нормальные. То есть, кому-то хочется альткоин свой рассмотреть. Почему бы нет? Так. Вполне возможно, сценарий на февраль. Как же идущий на профит? Не приветствовал хомячков. Приветствую всех. Общая рыночная капа революции. Две недели подряд закрывался выше 0,78. Циры пыры попи дыры. 3,5 миллиард. Так ты не чертил в прошлый раз на битки. Нижняя точка 19 июля. Ой. Черти. Именно на графике рыночной капитализации. Да блин, зачем? Че, ну, чтоб треугольник что ли хороший построить? Да ну нафиг. Хочу я тебя отрекламирую бесплатно. Да зачем? Как бы лучше рекламы это рекомендация. Если кто-то хочет порекомендовать и рекомендует. Ладно. Экспресс-обзор окончен. Надеюсь, вы не шортите эти бибы. Да пребудет с вами прибыль. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok